а знаешь вот в этом году мне кажется сказать вот вообще какая-то другая команда в том плане что ну у них прям три звена точно укомплектованы так что там ребята которые могут и схемы поразыгрывать могут если что и покопать но у них еще хорошее понимание друг друга то есть у них хорошее взаимодействие они сыт слаженно действует даже если будь то покопать будь то там технические передачи они знают друг друга они знают что будет делать их партнер и в этом их преимущество а как ты думаешь это просто химия так сложилось или это какая-то вот перед сезонками в чем причина ну я думаю в первую очередь может чуйка тренерская когда поставить определенных партнеров одно звено ну и конечно работа весь сезон парни работали там в пятерках троек разговаривали приводит к нужному должному результату команда очень техничная очень она любит играть в такой знаешь именно не бей беги хоккей а именно в техничный пас очень любят играть постоянно на разрывах вратаря играют очень тяжело с такими играть если раньше не делал этого назад на востоке очень мало таких команд которые супер какой-то такой хоккей играют вот поэтому с одной стороны нам оказалось как-то тяжело первые матчи первом матче когда мы отыгрывались и второй в основное время проиграли это уже когда привыкали но так если рассуждать ребята тоже от силовой игры не отказываются на самом деле такая универсальная команда какое-то взаимопонимание они чувствовалось на протяжении всей серии что они чувствуют друг друга как говорится затылком грубо говоря не видят уже отдают туда и там есть игрок это тяжело из-за этого тяжело с ними было играть в меньшинстве знают что делают знают что делать и твой партнер вот этот ска нынешний ну одна из мы если на западе то уж точно надо из таких самых техничных команд в плане подбора игроков есть там такие прям ребята как у нас говорят технари мастерюги да да и по играм в регулярке такая команда где как говорится открытый хоккей любят тоже атаковать защитники подключаются защитники тоже техничные так что куда команда все четыре с балансированных звена где все могут обыграть все могут забить все могут отдать опять же хорошая команда а вот как раз знаешь ты сказал про атаку чувствуется что эти ребята вода петербург они вот играют именно больше такой агрессивный атакующий хоккей и в защите меньше отрабатывать приходится что ну у них всегда на контратаках подключаются защитники может это иногда приводит к тому что не всегда успевают возвращаться в оборону но мне кажется если команда играет финале у них нету проблем вот каких-то прям серьезных поэтому может это как-то заостренность у них на атаке но в обороне у них проблем точно нет сейчас финал до ожидается ты за кого-то будешь болеть ну я буду смотреть не скажу что буду болеть за кого-то я думаю что победителями выйдут все-таки армейцы питерские почему ну такая чуйка просто мне так кажется буду болеть за красную армию есть у меня там один хороший друг вот буду за него болеть болеете своего соперника которым проиграл потому что вроде чемпионы нормально да нет это это уже отговорки знаешь потому что ну как бы я проиграл чемпиону и поэтому нет конечно пусть победит сильнейший предпочтение отдам красной армии ну а как думаешь у кого больше шансов на победу я думаю ска я думаю ска могу ошибаться знаю так как узкая на ее стороне техника и тем них команда собралась бхл кхл мхл а там красная армия думаю более спроченный коллектив костяк играл постоянно регулярки они могут за счет этого как думаешь вообще как эта серия сложится то есть будет там много шайб много матчей ну финал до 4 побед я думаю что ну 7 матчей не будет сто процентов скорее всего я думаю 42 в пользу ска насчет забитости голов ну команды много создают моментов в атаке то есть всегда в атаке играть проще чем в обороне вот поэтому я думаю много голов будет как серии там с красной армии с омскими ястротами в принципе думаю будет повторение что-то типа такого для болельщиков я чувствую это очень интересный финал две самые сильные команды получаются этого сезона обе хорошо шли регулярном чемпионате хорошо проявили себя плей-офф забрав решающие матчи праздник для болельщика такая серия будет я думаю много заброшенных шайб во первых ну и много игр скорее всего 41 40 точно не будет так что я думаю возможно даже до седьмой игры ой слушай на самом деле много где видел что голов будет немного но мне кажется что мне кажется что голов будет много ну не прям там конечно там как омск с красной армии там 84 но я думаю в среднем будет побольше голов чем у нас человек и замочить не 21 точно потому что на самом деле техничные две команды которые умеют забивать могут и принципе но я думаю что кирилл самсонов и сергей иванов как бы основными конечно лицами будут в этой серии но не каждый матч будет получаться мне кажется против таких команд